Этот суп понравится и взрослым и детям. Вместо вермишели можно использовать другие макаронные изделия. Ингредиенты. Вода 2 литра, куриное бедро 500 грамм, вермишель 100 грамм, лук 120 грамм, морковь 100 грамм, картофель 250 грамм, соль, перец черный молотый по вкусу. Наливаем в кастрюлю холодную воду и укладываем туда курицу. Доводим до кипения, затем уменьшаем мощность плиты практически до среднего уровня и варим около 15 минут, периодически снимая пену. Если вы хотите, чтобы у вас получилось вкусное мясо, то надо посолить сразу же, как закипит. А если хотите, чтобы у вас получился красивый прозрачный бульон, то солить надо в конце варки. Когда вода закипит, желательно не накрывать кастрюлю крышкой. Тогда бульон будет прозрачный. Пока курица в кастрюле варится, подготавливаем овощи для супа. Картофель и морковь чистим. Трем морковь на крупной терке. Произвольно нарезаем лук и отправляем его на сковороду заранее разогретым подсолнечным маслом для обжарки на средней мощности. Через 5 минут добавляем к луку морковь, которая хороша для супа только в поджаренном виде. Просто сваренная морковка, в общем-то, никакая. Морковь отдает цвет и вкус только при поджаривании. Еще через 5 минут снимаем сковороду с огня. В кипящий бульон добавляем картофель. Через 3-4 минуты добавляем лук с морковью. Следом добавляем вермишель и перемешиваем, чтобы она не слипалась. Теперь следует посолить суп по вкусу, поперчить. Варим столько, сколько указано на упаковке с вермишелью минус 2 минуты. Кстати, недоваренный вермишель, как и картофель, не останется. Бояться не стоит. Она доваривается в горячем супе в процессе остывания. Куриный суп с вермишелью готов.